Итак, всем привет! Мы продолжаем проходить паралоги седьмой главы, которые я прошел в седьмой главе. И на самом деле, не зря я взял всех членов дома пепельных волков себе в дом. Уже появляются их паралоги. Ой, приятельница, не знаешь, куда могла подеваться хайпи? Нет. Это очень плохо. Плохо. Да ничего. Что случилось там? Ничего. Ну, я тебе расскажу хорошо. Короче говоря, вчера приехал ящик, набитый перьями. Специально для, собственно, сна. Короче говоря, они вообще эти самые пепельные волки. Поскольку жили очень долго в бездне, они не любят солнечный свет, поэтому днем предпочитают спать. И, короче говоря, она залезла туда, в этот ящик типа того, что заснула там, а потом этот ящик увезли и продали на черном рынке. Мы говорим, что что-то верится с трудом, но Балтус говорит, нет, все так и было. Короче говоря, если, говорит, хайпи проснется и зевнет, всю столицу наполнит, наводнят монстры. Нам, говорит, нельзя этого допустить. Ну, короче, такая темная история. Пошли мы искать, где же этот самый черный рынок находится. Ну, давайте как-то разделимся и поищем, так у нас будет больше шансов найти, где же этот ящик. Хотя, мы этот ящик вообще не видели, как мы его должны искать. А, короче говоря, тут прибегает хайпи. Ах ты сволочь, говорит. Я, говорит, спокойно себе спала в бездне. Ну, я сейчас выберу просто другой вариант ответа. Надо было выбирать, что происходит. Она бы объяснила, что она пошла поспать в бездне. И тут вдруг выходит потом и выясняет, что Балтус и Лилит пошли искать ее в столице империи. И тут Балтус говорит, что ему пришлось так поступить, ему пришлось соврать. Потому что, говорит, он слышал, что сегодня на черном рынке будет продана реликвия, которая очень дорога его маме. Говорит, давайте я вам дорасскажу эту историю потом. А сначала, говорит, давайте всыпем. На самом деле, очень сложный оказался пролог. Я его проходил, наверное, раза три. Там одна ошибка и пипец. Там просто толпы врагов со всех сторон. Именно поэтому я вот сейчас выбрал несколько другой вариант. Не тот, который нужно было выбрать для объяснения сюжета. В общем, в целом, мы воюем в столице империи. Энбари. Родные пенаты, что называется, Дельгард и Черных Орлов. Нас рассовали наших бойцов, наших студентов. Рассовали поодиночке в разные углы этой самой карты. Нам нужно сейчас как-то соединить наши войска, зачистить фронты, перегруппироваться и держать оборону. Доротея у нас не пойдет. Феликс у нас обязательно пойдет. Сильвейн обязательно пойдет. Вот Фердинанд нафиг не нужен. Так, кого еще выбрать? Вот в чем вопрос. Либо Леоне, либо Хиберта. Но лучше Хиберта. Все-таки Мак. А может быть и нет. Лучники здесь точно не понадобятся. Здесь, конечно, лучше бы пригодился больше Ассасин. Но. С Ассасином проблема. У нас его пока нет. Ни одного. Пусть будет Доротея. Она все-таки мечница. Здесь нужен именно ближний бой. По идее. Так, и надо расставить их таким макаром, чтобы... У людей тут все нормально получилось. Потому что нам здесь нельзя потерять ни Балтуса, ни Хэппи. Иначе будет Геймова. А на них очень так активно нападают. Адельгард и Доротею поменяем местами. Потому что здесь есть тяжелые рыцари. Адельгард с ними разберется. Тут все хорошо. И тут все хорошо. В принципе, больше можно ничего... Не менять. Надо было сохраниться. Кстати, я все время забываюсь. Перед началом битвы, блин... Сохраняться. Это моя сладкая дочь. Да, молодая дочь будет наконец-то защищена. Давайте вернем домой. Но сначала... О, дорогой... Теперь моя дочь в безопасности. Да, мы, говорит... Получили. Это самое сокровище. Но, говорит, здесь полно воров. Надо с ними разобраться. Тут Балтус говорит, если вы кого-нибудь увидите, кто обладает чем-то похожим на реликвию героическую, сразу же хватайте его за грудки и отбирайте реликвию. Да, каким Гатмакаром героическая реликвия могла бы вообще попасть на Черный Рыбок. Это вопрос. Это большой вопрос. Так, Доротея идет убивать лучника сразу же. Я получу победу. Так, Петра здесь работает. Здесь мы немножко объединим наши силы. Ибо нефиг. Здесь есть несколько катапульт. Они же баллисты. Но у нас нет колдунов, которые могли бы на них сесть. Нет, ну Доротею можно было бы поставить, конечно, но... Ой, Доротею говорю. Хэппи можно было бы поставить, но опасно. Так. Так. Ингрид не может убить лучника, и это печально. Потому что потом он ей влепит так, что она не оправится. Лучше пока ее не трогать. Так, сразу же на Мерседес тогда нападут. Это не... не... красо будет. Стой здесь тогда. Эликс. Разбирай коняшек. Сильвейн, разбирая лучников. Не слишком у него все хорошо, но это потому, что у него навык владения пикой не слишком прокачан. Так, все. Тут больше, по идее, некому ходить. У нас в них не походили только Хэппи и Ингрид. Их пока не будем трогать. Нормально. Феликс справился с конниками. Это хорошо. Главное, чтобы Эдельгарту выстояла в этой схватке. Их получится. Хочется. Феликс справился с конниками. Их... очень печально очень печально кстати говоря на хайпи да хайпи достал не думая что он достанет так нормально доротея справляется правда очень с трудом с большим все бей его так выходим из-за угла гоп-стоп минус один улучшник это кстати далеко не все не весь народ который здесь в дальнейшем появится тут еще подмога придет так что это та еще жопа так мерседес может полечить кого нибудь вот идея отельгард да надо помочь у мерседес пока нет двадцатого левела она еще плохо лечит к сожалению так минус лучник наконец то теперь можно из запаса ингрид выводить никто с ней ничего не сможет не сможет сделать отводим тут главное не допускать чтобы сразу несколько человек на одного бойца агрились ладно дорота я справилась дорота я молодец вот здесь я неправильно поступил на самом деле я объясню почему надо было не лечиться ей а убивать колдуна второй бы колдун дал бы ей по мордасам десяточку и тогда уже можно было бы и полечиться потому что сейчас я зря полечился буквально вот 20 хп восстановил но при этом они сейчас голубанут ей опять же на двадцатку фаерболами сейчас один выстрелит на десятку и второй выстрелит на десятку поэтому что лечился что не лечился разницы никакой с другой стороны она могла бы увернуться я имею ввиду петру то она не захотела нормально нормально здесь зашибись и вот уже пошла подмога в и и и и давай петра убивай его надо теперь с этой группой надо разобраться тут аж четверо иначе они потом ударит в тыл а нам это никак не надо давай сильвейн продолжай разбирать лучников так достает ли у нас марседес для феликса не достает до феликса мерседес значит надо не подвинуть вот теперь достает до феликса мерседес все но вы здесь все нормально у нас так сейчас ингрид убьет колдуна то бишь мага и постоит тут а вот эдельгард пойдет убить тяжелых рыцарей поставим ей хаммер пусть стоит ждет а на дуу странно что эти самые бандиты или кто это такие вообще нет не признали свою будущую императрицу все-таки живут-то в столице наверняка ее видели и знают как она выглядит так печально вот еще о ассасин приперся ё-моё так эти тоже хотят получить сокровище это большой печаль так но при придется подставлять постоянно лилит куда деваться у нее больше всего шанс выстоять против толпы народу так идем бить лучника обязательно и его а теперь потихоньку полегоньку начинаем группироваться как вот что то совсем ингрид мало нанесет урона ой да еще и промахнулась Вот это печально Ну да ладно Такое случается Петра, Петра, Петра Юзай 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 У нее, кстати, кончилась лечилка, если что. Это было последнее. Поэтому я по размену с этим колдуном уже никак не выстаю. То есть сейчас она ударит его, но не добьет. А лечиться ей нечем. Так, в хаппи не попали. Мало-мало-мало. Так, эти пацаны идут бить хэппи Балтуса, к сожалению. Убегет, убегет. Вот не добивает никаким макаром. И попал. Теперь на следующем ходу он ее просто добьет. И будет бегать тут с двумя хп. Молодец. Огурец. Тут, к сожалению, да, надо было сразу добивать второго мага, а не лечиться. Вот одна ошибка, и, считайте, боец потерян. Так, что у вас тут, как тут у вас? Ага, ясно, понятно. И все. Ну ладно, Педро. Встретимся в следующей миссии. Иди в больничку. Так. Так. так флейн починила нашу лилит ну да ладно так балтус вся надежда на тебя ты должен завалить этого ассасина он это делает он молодец так потихоньку выстраиваемся в боевой порядок лечим всех подранков так ну тут как раз можно одну из них сагрить но пока не будем я пришел ингрид сагрить потому что у нее есть кое-как какая-никакая защита от магии у нее больше шанс выстоять ну все пока ждем с так идет фига ну такой страшный хреновиной но всего на 12 это нормально так вот пришла подмога и причем здравенно еще подмога еще подмога еще подмога еще подмога и еще подмога и еще подмога да хорошо у нас другая проблема нам нужно гасить этих троих попадет попало так отходим мерседес личи и и и и и и и минус 1 магичка на мужика в перчатках пока внимание не обращаем нужно убрать его соратников да не подходите как ближе если вы не оставите мне выбора я мне придется использовать силу этой реликвии но тут не балтус его отговаривают и чё горит с ума сошел у тебя нет креста если что ты обратишься в монстра он говорит мне все равно я должен свою дочь спасти тупой так давай-ка ты должен да ты молодец а если бы сильвейн сейчас промахнулся то этот бы его убил маг то что у него двойная атака на 27 ну тут он высокопарную речь произнес что я ничего не желаю кроме прощения для моего дома так а это все конечно печально почему потому что я даже не знаю как его бить как их вернее бить надо наверно уходить отсюда понимать и нет здесь не получается сейчас нападет на хэппи и неизвестно что с ней будет ах ты чё доротею доротею завалил гадина сейчас начнется настоящее дерьмо так маг что ты сможешь на 12 но это фигня хотя она на 5 это тоже фигня так хэппи отводим так хэппи отводим так хэппи отводим так хэппи отводим вот лили сейчас тут разберется балтуса тоже не будем подставлять пока что так балтус можешь ли ты мечника за воду причем легко нормально переигрывать не будем в принципе у нас все вот относительно относительно все хорошо вот так все надо его убирать иначе он сейчас полпати разберется своими этими рукавичами но это ни хрена не конец все это очень печально он помер и превратился в монстра ты не шутил когда говорил что он в монстра превратится это действительно не то что тебе нужно ну в смысле это штука он говорит да именно она мне и нужна так ну что теперь мы воюем на два фронта блин причем каждый из фронтов очень нехороший с одной стороны монстр с броней с другой стороны куча куча народа который уже на расстоянии атаки это все очень-очень печально и лилит у нас где-то в непонятном блин едет у нас какой-то поезд и всем возвещает об этом что он едет так ладно так феликс на чкане мы не будем ему разбивать полностью броню нам некогда нам нужно уговорить угомонить его вернее как можно быстрее но не Печально. Адельгард здорово тут огребла. Так, Сильвейн, на тебя вся надежда, ты у нас будешь оборонять, пока подкрепа не придет с северо-запада, я имею ввиду Лилит, Балтуса и Хэппи. Ну он неплохо держится, Сильвейн молодца, тем более ему все равно надо качаться, чтобы паладином стать как можно быстрее. Так, ноги в руки и бегом, нам нужно помочь нашим. Сильвейн. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 усиливаем тут вообще в безопасности меч никому ничего сделать не может стоим ждем кто у нас еще не походил ты ну ты ладно ух ты чёрт возьми вот теперь сильвейну конечно да не так хорошо ну благо ему больше никто не атака нет но его потом mercedes почетим так бежит 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 так друг и дед там стич он тут пытается к нам сзади подкрасться а и и и и и Нормально Так, физика Сильвейна, Сильвейна, Сильвейна Сильвейна, Сильвейна, Сильвейна Что теперь? Так, ну, Феликс тут уже, наверное, не успеет. Гамбит решил применить, и не попал. Ну, шо, кому отдадим этот фраг, так, ух ты че, ну шо ж ты мажешь-то, а? Ингритушка. Я получу его. Нормально, давай добивай Нафиг Замучили меня эти колдуны Ну наконец-то Так, кто у нас лучший Как ни странно, Эдельгард Но я бы все-таки Сильвейну дал Сильвейн вообще молоток в этой битве Прости меня, моя дочь Моника Да, говорит, я должен извиниться перед тобой И хэппи Ну я как бы Очень сильно сожалею Очень сильно сожалею Ну ладно, говорит Давай Отойдем в безопасное место И ты нам расскажешь Что тебя заставило пойти на эту ложь И нахрен тебе сдалась эта реликвия Так, и что, говорит, это за героическая реликвия такая А это вообще-то не историческая То есть не героическая реликвия В смысле Это реплика Она, говорит, создана уже после Войны героев Это вообще секретная фамильная ценность Моей мамы И, говорит, недавно я узнал, что ее украли И чтобы проверить, не попал ли она на черный рынок Ты придумал эту ложь с моим похищением Ну, да, типа Ну, зато все уже обошлось Тем более я же не мог допустить, чтобы она попала не в те руки И эти люди обратились в монстра Профессор, я тебе тоже благодарен Ну, мы прощаем, че бы нет Ну, ладно, говорит, если Болтунья тебя простила Значит, и я тебя прощу Кстати, я посмотрел, что такое Чаттербокс Почему она ее все время называет Чаттербокс Я так понимаю, это издевка такая, что Наш профессор всегда молчит Не озвучена она совсем Так, ну, теперь они говорят про этого Человека, который украл эти реликвии Ну, не украл, а купил, получается, эти реликвии на черном рынке Эту реликвию Это барон, оказывается, папаня той самой Моники Которую мы нашли В позапрошлой голове И, собственно, тут какая-то нестыковочка по сюжету, на самом деле Она говорит о том, что ее, эту самую Монику хотели обменять на эту реликвию Именно поэтому он ее И пытался унести из столицы Чтобы обменять на свою дочь Но ведь мы ее уже спасли А она нормально себя чувствует Ну, как бы, непонятно Здесь есть нестыковочка И тут Балтус говорит, что эту реликвию он отдает нам И мы должны решить, как с ней поступить Это, говорит, бесценный же артефакт Ну да, потеряешь, ты мне будешь должна Новую Ну, наконец-то, мы получили перчи для Балтуса Теперь он у нас вооружен и очень опасен Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому